Какие красивые у нас в эпицентре суккуленты. И кактусы. И пальмы. И вообще какой красивый у нас в эпицентре с цветами. А я приехала под цветочные горшки. Мне нужно пересаживать свои красотульки, свои денежные деревья. Потому что уже скоро зима. И нужно некоторые пересадить в цветочные горшки для того, чтобы уже заносить в помещение. Вот такие цены. И шут. Девушки отдыхают. Такие цветочные горшки, они керамические, это все будет выступать керамика, керамический, 39 гривен. Так, повыше. Сейчас посмотрю еще в другом месте. Вот это вот. Больше емкость, конечно. Еще. По размеру одинаковые. По цене на 3 гривны дороже вот это. Если покупать, то вот этот надо. Вот это. Более объемные. Объемные. Это я и куплю. Вот это цветок. Керамика. Вот это такая керамика. Вот такая керамика у нас. Керамика. 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 Продолжение следует... 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 мои цветочные горшки. Я сюда уже вниз положила керамислит в один и в другой. И сейчас я буду высаживать. Этот очень красивенький такой просто. Просто уже нет этого цвета листьев красного. Такой он уже позеленел. Почему? Потому что здесь нет достаточного уже солнечного света, нет солнца. Здесь в основном уже в тени. Ну такой хорошенький конечно. Хорошенький. Я жил он за лето очень хорошо. Сейчас я его промою хорошенько и пересажу. Так я подготовила грунт. С личузой, с песочком, глина. Немножко земли взяли даже в лесу. Огородняя земля. И это можно назвать даже и не пересадкой, а даже можно назвать перевалкой. Потому что мы пересаживаем совсем земляным комом. Я не очищаю от прежней земли, прежнего грунта. Поэтому вот так практически это перевалка. Только с огородней земли. С огорода не с одного цветочного горшка в другой, а с одного места обитания. просто цветочный горшок на зиму. Возможно этот цветочный горшок немножко великоват по диаметру. Но если представить, что эта крона будет разрастаться, ну пусть это будет как на будущее. Так, все, ну хорошо, хорошо здесь будет жить. Поживать и добра наживать. Так, все это сейчас уберу. И я поставлю там в подсветку. А если бы это было на окне, то нужно поставить на окне вот этой стороной кокну. Для того, чтобы вот так сюда пошли веточки. Ну, а так, смотрите, какая хорошая крона. Я думаю, ему здесь будет хорошо зимовать. Это минор. Белколистный минор. Немножко зеленоват. Мы посмотрим, как он себя поведет под лампами зимой. Мне даже очень интересно. Вот я в магазине купила два цветочных горшка. В один я пересадила голубь, который рос тоже в грунте, в огородней земле. Два таких вот поменьше цветочных горшка еще, в которые пересадила минор. И в большой посадила вот этот вот минор. Мелколистный большой, тоже широкий горшок. Эти я поставила на полочку под лампу. А большая часть осталась еще на улице. На улице, потому что вот сейчас прям вышло солнышко. Сегодня был сильный такой утром туман. Поэтому я их уже подготовила поближе сюда, перенесла к дверям, чтобы если что, будет холодать, то сразу же занесу в дом. А вы, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки и будьте здоровы. До следующих видео. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересны денежные деревья, может быть другие темы моих видео. Все вам самого-самого хорошего.